В первом квартале 2013 года ожидается рост производства продукции сельского хозяйства, розничного товара, оборота, платных услуг населению и реальной заработной платы. Вместе с тем, данные за январь-февраль текущего года продемонстрировали снижение индекса промышленного производства. С обсуждения этих тем началось заседание коллегии Минэкономразвития. Среди основных причин, которые повлияли на сокращение объемов промышленного производства, снижение спроса на внутреннем рынке на производимые предприятиями Республики Товары. Выпуском продукции для населения занимаются только предприятия пищевой и легкой промышленности. Доля предприятий, производящих товары народного потребления, спрос на которые более устойчив, пищевых продуктов, швейного производства, изделий из кожи и производства обуви, составляет только около 24%. Вместе с тем, предприятия Республики продолжают осваивать выпуск новой, востребованной на рынке продукции. В качестве примера приводят Минэкономразвития промтрактор-вагон, который осваивает выпуск нового вагона Хоппера для перевозки цемента. Завод имени Чапаева продолжает осваивать производство средств аэрозольного пожаротушения. Но ставку делают все же на развитие малого и среднего бизнеса. Основным ключевым направлением это создание индустриального парка на территории города Чебоксар. То есть это возможность для тех малых предприятий, кто все-таки на большом рынке, иногда ему легче малому предприятию выжить и увеличить свои объемы производства. Соответственно, если и у нас есть такие факты, что объемы производства они готовы расширять при наличии соответствующих производственных площадок, то, соответственно, мы со своей стороны, с государственной точки зрения, стараемся обеспечить их этой производственной площадкой с подведением всех необходимой инфраструктуры. Положительный социальный эффект в 2012 году достигнут благодаря вводу ряда значимых для республики объектов. Так создано 660 новых ученических мест, 1500 мест в дошкольных образовательных учреждениях. Приоритетными направлениями на 2013 год также остаются строительство и реконструкция объектов образования, коммунального и дорожного хозяйства. Еще в этом году начинается подготовка к празднованию 550-летия основания города Чебоксары и столетия образования Чувашской автономной области. На эти цели будет выделено более 250 миллионов рублей. На заседание от этой праздничной темы перешли к другой, не менее радостной. Наградили победителей экономического соревнования между организациями, обрабатывающих производств Чувашия. Дипломом первой степени с вручением золотой медали в номинации «Лучший инновационный проект в области технологий живых систем» награждается Общество с ограниченной ответственностью «Солюшен» за разработку проекта технологии стимуляции роста новых сосудов на основе белковых факторов роста, полученных в собственной крови пациента. Татьяна Трофимова, Леонид Клейман, Республика.